Человек всегда мечтал управлять молнией подобно богам. Возможно ли это? Молнии до сих пор хранят много загадок. Например, ученые так и не выяснили, в какой момент возникнет разряд и по какому принципу молния выбирает себе траекторию. Последние изобретения приблизили физиков к разгадке. Построена специальная установка, с помощью которой ученые создают модель грозовой ячейки. Со сверхзвуковой скоростью пар вырывается в атмосферу. Частички пара заряжены, именно из-за этого и происходят разряды, получаются миниатюрные молнии. Пар это облако, а железная поверхность это земля. Создавали установку ученые за свои деньги, на энтузиазме. В ход шли ненужные запчасти от самых разных устройств. По их словам, смоделировать разряды молнии на приборах с электрическими электродами невозможно. А маленькое искусственное облако в будущем позволит ответить на многие вопросы или даже научиться управлять молнией. Как этот разряд можно, допустим, принудительно спровоцировать? Таким образом можно защитить от попадания молнии, скажем, какие-то электрические приборы, летательные аппараты. Почему все-таки молния? Иногда попадает даже в защищенные молнии отводами здания. Все дело в типе громоотвода. Те, что используются в большинстве случаев, на небольших домах слабые. Зато более дешевые. Защитить они могут в 99 случаях из 100. Другое дело – опасные объекты. На практике набирать статистику с реальным молниями – это практически невозможно, потому что само по себе редкое явление. А потом, как ее зафиксировать? Это очень трудно зафиксировать. Поэтому применяется масштабное моделирование. Вот эта башня – генератор импульсного напряжения. Напряжение здесь немаленькое – около 3 миллионов вольт. С помощью генератора получаются разряды в несколько десятков метров. По масштабу их не сравнить с настоящей молнией. Но ученым этого и не надо. Для того, чтобы проверить влияние разряда на отражающие предметы, достаточно и этой установки. В частности, вот модель Ил-86 испытывается, помещается в искровой промежуток и смотрится, искра куда попадает. После этого делается вывод, как защитить самолет от молнии. Все эксперименты физики снимают на специальные высокоскоростные камеры. Целый комплекс приборов служит для того, чтобы успеть зафиксировать момент прохода электроразряда. По фотографиям можно проследить, что происходит внутри разряда и вокруг него. В последние годы фотографировать электроразряды стали не только ученые. Красота привлекла и техников-любителей. Они строят так называемые катушки Теслы, испытывают их и фотографируют получившиеся разряды. Александр Ларионов уже несколько лет конструирует такие катушки у себя в квартире. На подобные изобретения наткнулся в интернете. Тогда же решил соорудить свою катушку. Здесь у нас находится источник питания высоковольный. Терсиматора выпрямляется, умножается на два, то есть удвоитель стоит. Первичный контур, конденсаторы, разрядник. Это все колебательный контур. Он наставит резонанс со вторичным контуром, колебательным, с этим конденсатором. И благодаря этому мы имеем колоссальное напряжение на выходе. Таких энтузиастов-любителей, как Александр, немного. Они друг друга прекрасно знают, хоть и живут в разных городах. Общаются через интернет. Там же обмениваются достижениями, меряются катушками. О практическом применении говорят с надеждой в голосе. Надеются на интерес со стороны киноиндустрии и шоу-бизнеса. Катушки Тесла – готовые устройства для создания спецэффектов. Кино на концертах разных. В общем, достаточно мало очень таких мест и людей, которые могут заинтересоваться этим. Но я надеюсь это популяризовать, что народ заинтересуется. Как в Америке это уже с 70-х годов развивается. А у нас это только совсем недавно. Ученые заметили, что повышенный интерес к молниям, электрическим разрядам, сейчас возник потому, что стало очень много электроники. Она очень чувствительна к магнитным волнам. Поэтому исследования направлены в область защиты. Пока человек не научился управлять молнией, он может только защищаться.